В нашей студии Оксана Анищенко. Если бы вы видели, что происходило в последние, я бы даже сказала, не минуту, а 30 секунд, то вы бы поняли, что все мы, наверное, страдаем проблемой перепроверить или что происходит. Доброе утро, Оксана. Доброе утро. Обсуждать сегодня будем тему, как избавиться от привычки все перепроверять. Ну, то есть, это, во-первых, про что, доброе утро, Оксана? Это перепроверять. Это гиперконтроль? Да, это и гиперконтроль, это и фиксация на каком-то переживании. Здесь нужно узнать, откуда вообще эта фиксация произошла, потому что за вот этим желанием перепроверять всегда лежит какая-то большая причина, какая-то травма, скорее всего, связанная с каким-то переживанием человека. Здесь мы говорим о присутствии, может быть, обсессивно-компульсивного расстройства или о неврозе навязчивости, да, или, ну, как минимум, о стрессе, который переживает сейчас человек, и таким образом это такое является следствие. То есть, желание перепроверять – это всегда следствие какой-то, ну, какой-то внутренней глобальной причины. У нас есть какое-то видео, мы посмотрим его сейчас. Да-да-да. Давайте посмотрим тогда. Давайте. Ну, это вот, да, как раз. Что, все выключил, да, и ушел. Кстати, хороший способ все фотографировать. Оксаночка, а разве плохо перепроверять, например, документы перед тем, как отправляешься в аэропорт? Ну, кстати, это тоже, да, мы говорим про обсессивно-компульсивное расстройство, ну, или, по крайней мере, про его признаки. Просто звучит обсессивно-сессивно. По крайней мере, про его признаки, вот тут молодой человек фотографировал, а у меня есть клиенты, которые с собой берут технику на работу для того, чтобы уже быть уверенным в том, что, ну, точно у тебя. Серьезно? Да. То есть они ходят на работу с утюгом? Ну, это уже очень глубоко, да? Софьяну пришла утром с утюгом. Я, к сожалению, не знаю, что у тебя в сумке, потому что я не вижу, во-первых, я не знаю, где она, куда ты ее ставишь, да, и тем более содержимое. Как же объяснить тебе такие поступки? Ну, так вот, что такое обсессивно-компульсивное расстройство? Обсессия – это навязчивые мысли, когда я сомневаюсь в себе, да, и все время пытаюсь обдумать то, что я, мое решение, а компульсия – это навязчивые действия, когда я пытаюсь еще и активно, да, это все перепродать. Ну, там, мою руки несколько раз, тоже компульсия. Когда холодильник открыл, чтобы взять, не знаю, кусочек колбасы, очнулся, когда уже борщом запиваешь шоколадку. Ну, да, из этой серии. Ну, мы сейчас с вами создадим ситуацию обсессивно-компульсивного расстройства, покажем нашим зрителям, что переживает человек и как он смотрит на мир, когда он живет с этим расстройством. Ну, или с признаками этого расстройства. Иван, ты будешь у нас в качестве подопытного. Ну, несложное задание. Я попрошу тебя на листочке, который на доске. Товарища захотела потерять. Так, что нужно делать тут? Мы нарисуем природный рисунок. Я буду давать задание, а тебе нужно выбирать маркер и, ну, рисовать. Нарисуй, пожалуйста, сначала солнышка, нет? По одному. Солнышко. Ты что, мне ходить туда-сюда, что ли, надо будет? Хорошо. Утреннее такая разуменькая. Развомнешься. Иван, а почему у тебя солнышко синее? Потому что солнышко находится на небе. Так, хорошо. Нарисуй, пожалуйста, дерево. У него есть ствол. У него есть ствол. Красный почему-то. И трава. Что-то пошло не так. Да. И нарисуй, пожалуйста, еще... Видите, чем занимаются психологи? Обман! Сплошной обман! Фикция! Нарисуй, пожалуйста, еще цветочек. Цветочек-то точно должен быть коричневым, а? СМЕХ Гляди-ка, и правда коричневый? Правда коричневый, да? Это особый вид. Рассинина бы в пример привела какое-нибудь растение. Ну, смотри, у нас с тобой получился рисунок, да, человека как раз с обсессивно-компульсивным расстройством. Что происходит с человеком, который живет с этим расстройством? Мы так немножко посмеялись над этим. На самом деле, действительно, у человека есть некое искаженное восприятие окружающей действительности. И там есть несколько причин. Первая, это какая-то травмирующая ситуация, которую он пережил, но так и не прожил ее. Например, когда-то случился пожар, а он до сих пор его каждый день тушит, представляя о том, что у него включенный утюг, и, допустим, не обязательно пожар пережитый приводит к страху, что с утюгом что-то не так. То есть, может быть, какая-то травмирующая ситуация привела его мысленно к вот этому включенному утюгу. Может быть, даже, собственно, новость по телевизору о том, что квартира сгорела, потому что был включен утюг. Да, да. И настолько она там прониклась, ему эта мысль. Да, да. Потом есть какие-то действия, которые человек совершал, и вследствие чего он допустил ошибку, почему и перестает ему доверять себе. Есть еще одна причина, это то, что человек как будто бы по какой-то причине не находится здесь сейчас. То есть, он постоянно где-то находится в каких-то переживаниях, из-за этого, когда он возвращается к вопросу, а выключил ли я утюг, у него возникает вопрос, а сделал ли я это действительно. Мне кажется, утюг, замкнуть дверь, это как раз даже не про здесь и сейчас, а про вот эти вот те самые, когда мы в принципе не думаем. Мы же на автомате выключаем утюг, замыкаем дверь, и уже вниз спускаешься, ты такой, ой, закрыл или не закрыл. Так вот, делая работу на автомате, можно допустить миллион ошибок. Понимаешь, не перепроверить, да, но мы не говорим, что вот любая работа, она является, ну, такой, наверное, все-таки проверять ее нужно не особо, да, в этом, нет, ну как, нет, ну а как иначе-то тогда? Что же, что? Со всеми, со всеми выполненными заданиями такая же может быть тема, да, перепроверять на 100 рядов уже в принципе то, что ты делал неоднократно. Так вот, если у нас есть доверие к себе, то в принципе то, что мы делаем на автомате, мы способны обдумать, вернуться и сказать, ну да, наверное, на автомате я способен выполнить правильные действия, выключить утюг, и все хорошо, и я пошел, да. А если доверия к себе нет, это ключевая, да, все-таки идея вот в этом расстройстве, то я буду мысленно постоянно возвращаться домой, а может быть и физически возвращаться домой для того, чтобы перепроверить. Вот, кстати, я сейчас подумала, что то, про что говорит Ваня, это же может быть еще быть страх неудачи. Ну вот, когда, например, ты перед тем, как сдать начальнику какую-нибудь бумажку, ты настолько боишься, что тебя, например, потом, ну там, не знаю, смеют, наругают, подчеркают все, что ты прям перепроверяешь, и даже не, ну, это опять же про недоверие к себе, и страх того, что тебя вот потом ой-яй скажут. Да, да, то есть в основе все равно лежит вот этот вот момент, где-то я когда-то допустил такую ошибку или столкнулся с такой неудачей в лице кого-то, что это почему-то перенес на себя, и теперь, когда я выбираю даже желтый, да, вроде смотрю желтый, а он почему-то пишет синим, да, и в этот момент я еще больше убеждаюсь в том, что, ну, наверное, себе доверять нельзя. В общем, это может поддаваться контролю, да, а своей клиентке скажите, что есть умные розетки и утюги, которые, когда стоят, автоматически выключаются. А есть спички, которые падают и сами по себе зажигаются, между прочим. Да вы что! И другие интересные истории жизни Оксаны Онищенко в эфире нашей программы. Контролируйте себя, но не особо глубоко. Учитесь доверять себе, я бы сказала. Учитесь доверять себе, да. Знаете, как говорят, как тут государству доверять, когда самому себе не доверяешь, да, это, наверное, из этой оперы. Психолог и эксперт нашей программы с утра пораньше для каждого из вас. Продолжим эфир.